Я что, так многого прошу в жизни? Всего лишь поле из котиков. Собираем урожай. Самый строгий проверяющий на экзамене. Главное принести с собой сосиску, тогда можно и шпаргалками пользоваться, и телефоном. Я просто хотел сказать тебе что... О, нифига себе, а попробуйте отдалить экран от глаз, и вы кое-что увидите. Ну, либо прищурить глаза. Сны нормальных людей. Несбывшаяся любовь, выигрыш в лотерею, исполнение мечт. Мои сны. Аэродоставка чайного гриба в Саратове. Заядлый кошатник. Какая милая порода. Пчелокот, пчелокот. А как попасть в этот клуб? Клуб анонимных валерьянщиков. Именно так выглядит настоящий помощник. Делает лучшее из того, что может. Вот это правильный подход. Это доминирование. Кто пишет, хорошие собаки хозяина в обиду не дадут. Ну, кто здесь хозяин? Тут вроде как все понятно. Они счастливы. Какой интересный павук. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали. Зачем так грубо? Милая порода. Кота-ёжик. Кота-ёж, кота-ёж. Это её первый паспорт. Ириска. Самка. Я. Важные дела, которые я обещал себе сделать в эти выходные. Нафиг с пляжу я здесь ляжу. Поскользнулось, но меня подхватил проходящий мужчина. Всё могло быть как в кино, но он не пригласил на кофе, а сказал... Под ноги, блин, смотри. Эй. Врач. Это просто простуда. Гугл. Закрывай. Врач посоветовал намазать котика куркумой, чтобы прошла болезнь. Болезнь прошла, но как его отмыть теперь? Чё озыришь, глаза пузыришь? Соседки неси. Директор фикс-прайс лично следит, как идёт торговля. Ну и куда ты пошёл? Ты погоду за окном видел? Давай не выдумывай и ныряй обратно под одеяло. С твоими начальниками я уже обо всём договорился. На случай важных переговоров. А это, судя по всему, как он договаривался с начальством. Дед категорически против кота в доме. Покупают кота. Дед и кот. Господи, пошли мне рыбов и побольше. Лёг просто полежать, уснул. Лёг почитать книгу, уснул. Лёг посмотреть фильм, уснул. Лёг поспать, энергия долбит, как из ядерной станции. Когда так старательно будил, будил, будил. А потом и сам уснул. Я не позволяю своему коту залезать на стол. И чё? Первый на ужин пришёл кот. Ну на такой ужин любой придёт первый. Тот, кто не может понять свою кошку, не может понять вообще никого. Самый милый свидетель на свадьбе. Как там он называется? Шериф... А, шафер. Сосед зашёл в гости узнать. Рыбов есть? Ешь, кот ешь. Рыбов ешь. Ваша карта закотирована. Для решения вопросов ставьте рыбов в рыбоприёмник. Тыгдыки апокалипсиса. Почему всего три? Тот случай, когда свято место, пусто не бывает. Ты наливаешь мне молоко, но делаешь это без уважения. Некоторые более продуктивны утром, другие более продуктивны ночью. А кто-то совсем не продуктивен. Никогда. Я. Фух, вот это я объелся. Тоже я через 20 минут. В этом доме вообще есть хоть крошка еды. Готовы ли вы регулярно гладить меня и угощать вкусняшками? По зарплате. Мурчание на коленях дважды в день. Вы приняты. Осторожно, злой кот. Закрывай, закрывай скорее. Сразу видно, ценный сотрудник в офисе. Главный бухгалтер, наверное. Не понимаю эту глупую привычку говорить с животными, как с людьми. Правда, Барсик? Чего молчишь? Этот кот сломался. Несите другого. Шарик, ты балбес. Я ухожу от тебя. Мусор прихвати, пожалуйста. Да ты чё, ещё и ёрничаешь, а? Охота на вкусняшку. Да как до неё достать, блин? Делись давай. Холодает. Держитесь поближе к котикам. И хотя зимой начинаются настоящие холода, готовьте в постели тёпло ещё с октября. Мистер Павук. Мистер Павук, сделай меня супер-котом. Нет. Хе-хе. Все простые котики – это жидкость. Ну а я – гидросила. Я просто хочу вставить таблицу в Ворде. Весь документ уезжает в Саратов. И я. Господи, куда я нажал? Какие-то странные рыбов. Сушёные. Без воды высохли, бедненькие. Котёночек никак не может осознать, что на улице уже ноябрь. Моё постельное бельё смотрит, как я несу стирать футболку, которую надел один раз. Я тут подумал, может сырок хочешь? Это любовь. Можно я здесь просто полежу, помурчу? А ты отдыхай, мой человечек. Функционал продукта – потребность пользователя. Орнитолог Василий проверяет, надёжно ли закреплено сало для синичек. Я каждый день на работе. Что за говно мне отправили? Вот и снова пришло то время года, когда твоя шапка будет решать, какая у тебя будет прическа. Ну психанул немножко, чё бубнить-то? Лучшее чувство в мире. Наташа и магия, в которую она верит. Я коту поглажу лапки, значит завтра будут бабки. Пойду поглажу лапки к котам. Сон с котом. Полночь, немного позже. Ну, вы поняли. Молчи пока, в три часа ночи начнём орать. Три правила успеха. Слушайся маму, покорми свою кармановую кошку. Третье – не знаю. Прости, что разбудил тебя в два часа ночи. Спросить хотел, в догонялке будешь? Меня сегодня узнали в магазине Лего. Младший брат в слезах кричал. Кому ты кроме меня покупаешь Лего? Дима, кому и зачем? Ну и сволочь же ты, Дима. Кот уже месяц на диете, в связи с чем каждый приём пищи выглядит примерно так. Вкусно тебе, тварь. Связали гриб, а он почему-то мяукает. Ой, это же Шайлушай, Шайлушай. Он у нас на пару дней, пока новый дом ему не найдём. Хе-хе. В беге трусцой. Главное – не потерять трусцы. Сейчас вот просрусь и топ-топ на работу. Факт. Идеальное спальное место должно быть оборудовано отверстием для пузяки. Поднимите руку, если вам всё надоело и хочется просто много денег. Всё правильно, поднимите руку и поставьте лайк под этим видео. Что нам делать, если у ребёнка будет аллергия на котов? Я. До свидули. Сегодня продавал мебель мужику на съёмную квартиру, который эту квартиру в разговоре назвал «Объект». Я подумал, может мне тоже так свою хату называть? Это же капец как удобно. Как выходные провёл? Спросят коллеги. Да, на объекте проторчал. Солидно так звучит. Или «Шеф, не могу завтра выйти, на объекте буду». И вот уже и причина уважительная. Нет, не могу после работы задержаться. Меня на объекте ждут. Сразу понятно, что человек деловой, а не это самое. Солидно. Они поели только что пюре с котлетной, а меня кормят какими-то камушками. На этой фразе Пикси начала выть под дверью. «Берегитесь, медведи, они стали очень ловкими». Думаю, чего день-то такой хороший. Потом вспомнил. Я же на успокоительных. Приемлемо. Я вообще голодная, не могу уснуть. Кефир позволяет обмануть желудок на время, достаточное для засыпания. Можно в кефир покрошить огурец, лук и зелень. Колбаски там сыра и хлебушка, ну и грудинку свиную пожарить. И кефиром шлифануть забыли, мы же решили желудок обмануть. Совет для начинающих. Начните. Апти. Будь здоров. Твоя скорая помощь. Я устал объяснять, что я не жирный, а пушистый. Скажи честно, я жирная, да? Не знаю, но время 13 минут первого. Когда не голодна и жизнь мила. Я не хочу никого спасать, я хочу спать. Лунная призма, дай мне подушку. Почему ты ешь, а я просто смотрю? И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт memosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик memosk вконтакте, на канал в тиктоке, на канал на рутюбе, и читайте нашу соленую книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. Ну и, конечно же, приобретайте наши суперкрутые когтиточки «Тачи-мурчи». Все ссылочки есть в описании. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»